Ну и перенесемся в Казахстан. Казахстанская компания GPC Investment, которая занимается строительством газоперерабатывающего завода, переходит в собственность государства. Эта фирма принадлежит Дориге Назарбаева и ее мужу. В начале этой недели появлялась информация о том, что в отношении старшей дочери первого президента Казахстана будет возбуждено уголовное дело. Однако пока ничего подобного мы не наблюдаем. По крайней мере, следственные органы не сообщили об открытии делопроизводства или хотя бы досудебной проверки, доследственной проверки. Зачем Назарбаева сделала такой подарок государству? Спросим у казахстанского оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Доброе утро, Мухтар. Доброе утро. Ну вот, собственно, зачем Дорига сделала вот такой подарок? Можно ли это рассматривать как подарок или это, может быть, какой-то предмет торга был, о котором мы не знаем? Это не подарок, это обременение для государства. Та компания, которая якобы была безвозмездно отдана государству, это компания Пустышка. Это подрядная организация, которая получила заказ на строительство газоперерабатывающего завода. Как правило, именно на сам объект, который является собственным государством, навешиваются кредиты. Там были кредиты Банка развития Казахстана и какие-то другие инвестиции со стороны государства. Затем эти деньги идут на эту компанию подрядную, которая как бы исполняет тельные работы, поставляет оборудование и так далее. И после того, как произошли события в январе, просто Кайрат Шарибаев исчез, а эта компания... Кайрат Шарибаев, я уточню для зрителей, это муж Дориги Назарбаевой, которому также принадлежит вместе с Доригой эта компания. То есть просто эта компания перестала осуществлять действия, которые были... эта компания должна была осуществить на основе предоплат, выплат со стороны государства. То есть это с помпой преподнесено как подарок, это пустышка, которая обворовала государство на многие миллиарды долларов. Вот, собственно, вот так обстоит дело, если говорить о правде. Ну вот я уже говорил, что в начале этой недели появлялась такая информация в казахстанских СМИ, в частности, телеграм-канал Абжаньюз озвучивал такую информацию, что якобы на этой неделе в отношении Дориги Назарбаева должно быть возбуждено уголовное дело. Но вот неделя уже заканчивается, рабочая. Мы ничего такого не наблюдаем. Известно ли вам что-то об этом? Действительно ли Дорига находится под прицелом правоохранительных органов или это какая-то очередная утка информационная? Это пробросы, такие же, как в свое время Назарбаев говорил, что он пенсионер, потому что мы знаем, как работает наша правоохранительная система. Они работают четко по команде. Как только принимается решение кого-то арестовать или возбудить уголовное дело, процессы происходят немедленно. А вот так вот мы сейчас на тебя нападем, вот мы сейчас сбоку подойдем, слева подойдем, это просто нужно воспринимать как розыгрыш. Потому что Кайрат Шарибаев уже счетный комитет опубликовал, что на посту руководителя государственной компании КАС-Трансгаз там якобы на 2,2 миллиарда долларов обнаружено. Расходов, которые никто не может пояснить. Ну вы понимаете, они опубликуют, скажем, мизерную часть правды. И вот обычно, как правило, государство что делает? Объявляет розыск, возбуждает уголовные дела, выходит на пресс-конференцию и все прочее. Кайрат Шарибаев отсутствует в стране. Дорига Назарбаева живет в Казахстане, также вещает КТК, ее телекомпания, хвалит Токаева. Она владелец больших капиталов. Журнал Forbes отразил только маленькую часть, около полумиллиарда долларов. Раньше она пряталась, что у нее такая собственность, такие активы. Поэтому это все просто имитация для того, чтобы спустить пар. по брату самого Назарбаева, что якобы против него возбуждается дело по рейдерству. Опять же, если бы этот режим хотел, он бы сделал мгновенно, а потом по факту сообщал бы. Все это игры. Ну то есть, резюмируя ничего Дориге Назарбаевой сейчас не угрожает. И вы говорите, что она в Казахстане. Потому что мы разговаривали с Мохаммедом Абжанов в понедельнике. Он говорил, что она находится, если я ничего не путаю, что он сказал, что она находится за пределами страны. И вот это, возможно, уголовное дело может быть как сигнал для нее, чтобы она не возвращалась. Но вы говорите, что в принципе с ней все в порядке и все хорошо. Она после январской событий как приехала, никуда не уезжала. Тимур Кулебаев тоже внутри Казахстана. И все эти, скажем, публикации о том, что кто-то куда-то какую-то долю переедал, это нужно сразу смотреть в суть. Они ничего из серьезного не передадут. А если передадут, то через какое-то время снова окажутся в их карманах. Мы знаем, как режим работы. Аресты. Вот три заместителя КНБ арестованы. Карим Масимов арестован. А как только родственник Назарбаева, тут, значит, тишина. Ну и тем более, что Такаев заявил о великой роли Нурсултана Назарбаева. Поэтому здесь все эти надежды, они, скажем, тщетны. А вот как вы оцениваете, вот эта формулировка прозвучала, что сама Табиш находится в орбите следствия. Вот что значит, что вообще за термин такой орбита следствия? Ну, это, опять же, имитация, потому что сама Табиш, опять это широко общеизвестно, живет в Эмират, Дубае. И он сразу, буквально, когда события начались, исчез. И КНБ заявил о том, что он находится в отпуске. И его долгое время не увольняли. А потом, когда в обществе очень много вопросов и накала, они ощутили эту власть, заявили, что он уволился. Поэтому это, опять же, из серии, что вот там какие-то процессы идут, следственные действия. Опять же, три заместителя КНБ, все трое арестованы, сам представитель арестован, а первый заместитель идут какие-то следственные действия. Вот, собственно, надо очень просто читать. Ничего такого не происходит. Мухтар, вы говорите о том, что как только попадается какой-то родственник Назарбаева, то против него нет никаких уголовных дел, его отпускают. Почему есть этот иммунитет для семьи бывшего президента? С чем вы это связываете? И может ли он быть как-то, скажем так, снят, устранен в ближайшем будущем? Назарбаев также контролирует эту власть. Все активы страны, промышленность, металлургия, нефтегазокомпания, торговля нефтепродуктами, все находится в сфере интересов этой семьи. Банковская система полностью доминирующая, находится в руках Назарбаева. Поэтому это, знаете, маневры, он, конечно же, сейчас постепенно будет уходить. И, как я говорил, сейчас главным бенефицаром и координатором Такаева является уже в большей степени не Назарбаев, а Путин. И он, конечно же, своих, что называется, не сдает. И иммунитет будет распространяться не только на Назарбаева, на его собственность, но и на всех членов его семьи. А если кого-то немного пощиплет, это, опять же, скажем, розыгрыш, чтобы успокоить людей. Вот и все. Мухтар, такой момент еще, такой вопрос хотелось бы с вами обсудить. В Украине, ну, я думаю, вы сейчас знаете, как Россия ворует украинское зерно. И вот в Украине выяснили, что в этом замешаны казахстанские компании, в частности, из оккупированного Бердянска в Турцию. Зерно идет на судне, которое принадлежит казахстанскому судовладельцу КЗТ-экспресс-шиппинг. Руководитель этой фирмы, некий Клышбек Аскар Жаркевич, вот полный его тезка, это чиновник, который состоял в резерве президентском. И такой вопрос, подобные вот такие вот схемы, они могут быть частной инициативой или все-таки ничего, скажем так, без ведома, без какой-то визы из администрации президента не делается, если это чиновник резерва? Это, безусловно, согласовано с администрацией Токаева, безусловно. Потому что такие хвосты сразу будут вылезать, они прекрасно знают. И это еще раз просто показывает причастность и ко всем событиям, которые происходят со стороны Путина, Токаева. Они не просто союзники, это просто стандартный вассал, как Лукашенко. И ничего здесь нельзя воспринимать, что не имеет связи самого по себе какой-то исполнитель. Это четкие согласованные действия. Вы называете Токаева вассалом Путина. В то же время, несколько недель назад все так восхищались, ну, за границами Казахстана многие люди восхищались тем, как Токаев в лицо Путину заявил, что не будет признавать так называемое ДНР и ЛНР. Многие восприняли это как даже какую-то... Очень позитивно в Украине это даже было воспринято. Да, они подумали, что вот президент... К сожалению, к сожалению. Вы знаете же, есть такая известная поговорка, дьявол кроется в деталях. Как в Украине, так и многие российские обозреватели просто хотят, скажем, почувствовать, что Путин ослаб и сами себя обманывают. Я по этому поводу давал интервью украинским каналам, пояснял, что Казахстан это задняя дверь. Это для того, чтобы избегать санкций. Его роль Токаева именно в этом и состоит. Члену ДКБ, авторитарный режим, человек, который за два дня дал команду расстрелять людей, мирных жителей в Казахстане, и погибло более тысячи человек только в одном Алма-Аты, больше, чем в Буче, между прочим. Не может быть другом Украины. Человек, который всю жизнь молчал при Назарбаеве, звука не сдавал, не может быть героем при Путине, который прямо сейчас немедленно атакует Украину. Это невозможно. И просто людям нужно не жить обманом, не жить иллюзиями, а четко говорить и осознавать. Диктатор, такой же, как Лукашенко, не может быть союзником Украины, он никогда не будет выходить против Путина. Это специальная операция, чтобы ввести заблуждение в весь мир. Вот, собственно, это очень просто. Байтере, государственная компания, холдинг, заявила о покупке сберегательного банка, Сбербанка России в Казахстане. Уже купили Альфа-банк российский, который имеет бизнес в Казахстане. Масса всяких действий в поддержку России, совместные учения, совместные заседания ОДКБ и все прочее происходит. И меня, конечно, удивляет, что украинцы так себя хотят обмануть. Тут упрекают Шольца, канцлера Германии, что вот ты с нами или нет, потому что Германия замедлила или затянула по ставке вооружения. Но нужно помнить, что Германия более миллиона беженцев украинских поддерживает в Германии, раз, содержит их. Во-вторых, Германия вместе с Францией является ключевыми игроками Евросоюза. И они вместе со всеми этими странами, как локомотивы, принимали решение о применении санкций против России. И в этой ситуации, когда Шольцу задается вопрос, Шольц, ты с нами или с Россией? Но из Казахстана, который, по сути, враг. Когда я говорю Казахстан, это высшее руководство, власть, которая контролирует страну. Они не помогали, только вредят. И в этом смысле говорить, что он плюнул в лицо Путину Такаеву, что вот он теряет Путин в последний союз. Это очень наивно и смешно. Нужно просто смотреть в реальности лицо. Вот на ваш взгляд, чего добивается Путин или что хочет показать тем, когда он коверкает имя президента Казахстана? То он его Кемижаном Ишимелевичем называл, то он его Кемилом Жамартовичем называл. То есть какая цель публично унизить своего партнера, через которого он хочет решать, в общем-то, вот такие вот антисанкционные вопросы? Он его не унижал. Он его называл так, как он его помнил. То есть он его имя не помнит. Когда Путин надо, он осознает, что человек для него важный, он реальный союзник и тому подобное, и от которого что-то зависит. Он помнит прекрасно и по имени. В частности, во всяком случае, он не ошибся, когда нынешний президент Туркмении молодой сын Бердумхамедова, он его и имя назвал, и обнимался с ним без проблем. А Тукаев больше трех лет президент Казахстана, и он как-то на задворках бегал, на побегушках у Назарбаева, поэтому Путин его и не запоминал. И далее тоже он его никак не может запомнить, потому что он его не воспринимает серьезно. Вот, собственно, это реальность. А когда Путин надо, он может там самое сложное имя запомнить, которое существует на планете. Это не проблема для него. Вы говорите о том, что автократ, который уничтожает свой народ, не может быть союзником свободной Украины. Но в то же время, когда Москва ослабевает через войну, когда против России вводятся санкции, есть ли вообще такая возможность, что все-таки Тукаев будет строить какую-то суверенную автократию, то есть отрываться от России, и это может как-то все-таки косвенно способствовать и демократическим изменениям в будущем в самом Казахстане? Ну, я хотел бы сказать следующее. Опять же, стратегически, да, Путин проиграет, но тактически надо иметь в виду, что если посмотреть на карту, он доминирует, он завоевывает, он атакует, люди гибнут в Украине. И здесь нужно ясно понимать, что стратегически Украина выиграет, потому что 60% минимум мирового ВВП сейчас на стороне Украины, Украина и помогает финансово, и, я надеюсь, будет помогать более интенсивно. А тактически Украина сейчас проигрывает. Опять же, не надо себя обманывать. Если говорить о том, что у России мало средств, что это тоже заблуждение, они по итогам мая продали нефть практически столько же, сколько до войны. И цены, тем более, на нефть выросли, на газ тоже выросли, и валютная выручка у России больше, чем до войны. Это реальность. Другой вопрос, что действительно все эти санкции, они имеют определенную инерцию, и сейчас идут разрушительные процессы. Я думаю, что до конца года мы увидим воочию, как санкции работают. С этим я абсолютно согласен. Следующее. Все в итоге, после того, как этот альянс приложит все усилия, совместно с Украиной, разгромит на первом этапе сначала в самой Украине, я считаю, что произойдет не простое поражение России, а постепенный развал. И здесь развал не будет сопровождаться процессами только самой России. Будут падать и диктаторские режимы. Это ждет и, собственно, режим Казахстана. Потому что сейчас идет переоценка. Другой вопрос, что она не в полной мере последовательно реализуется. Запад произвел переоценку своего отношения к диктаторским режимам. В частности, это будет отражаться на, скажем, смене своего отношения. Вот ранее, скажем, люди, окружение Путина грабило страну и инвестировало на Западе. Покупали дворцы, яхты и так далее. То же самое делали окружение Назарбаева и члены его семьи. После этой войны поменяется все. Когда, по сути дела, эти режимы будут выбиты, их инвестиции будут арестованы. И все эти процессы приведут к тому, что действительно произойдет ослабление диктаторских режимов, в том числе и в Казахстане. И это должно привести к падению режима. Не получится построить автономную автократию, потому что сейчас эти процессы будут развиваться стремительно. Падение режима во всем мире фактически. Но это я не скажу, что это за год произойдет. Это тренд. Это в ближайший год-три будут происходить эти процессы непрерывно по всему миру. Мухтар, спасибо вам большое за разъяснение ситуации касательно Даригина Зарбаева, ситуации в Казахстане, в общем-то. И ваши прогнозы достаточно интересные. Мухтар Аблязов, казахстанский оппозиционный политик, был с нами на связи.